Я часто слышу три вещи такие. Это разговоры о вечной жизни, о контактах с инопланетянами и космические перелеты, расселения на другие планеты. Начнем с контактами с инопланетянами. Вот инопланетяне есть, они могут с нами контактировать или не могут, почему-то там не выходят, или еще как-то, или еще как-то. Я лично считаю, что это очень хорошо, что с нами никто не хочет контактировать. Почему? Достаточно примера, когда белые приплыли в Америку, в Северную Америку, и все местное население выкосили, чтобы заселить этот континент. То же самое могут сделать высокотехнологичные инопланетяне с нами. Они даже там не будут показывать, это в нашем представлении, что они там будут что-то там стрелять, что-то там так такое там бомбить, или еще что-то делать. Нет, высокие технологии просто-напросто могут, знаете, как вот под дудочку, когда играют на дудочке крысылов, а крысы бегут за ним и тонут. Это могут сделать на раз, зная, ну, грубо говоря, те вещи, которые для нас пока там непонятны, там далеки. То есть просто и легко, вытравив все человечество, ждет инопланетян с их технологиями, что они нам поделятся. То есть это чушь. Если мы так поступаем себе подобными, то уж чужие и вообще там с нами считаться не будут. Ну и немножко об инопланетянах. Давайте почитаем Библию. Бесы, вот они вам, инопланетяне, которые никак не хотят с нами мирно существовать, а просто-напросто использовать для своих целей. Примерно как мы животных используем для того, чтобы их вырастили, выкормили, и потом на убой для того, чтобы сделать колбасу. Так точно и тонкий мир поступает с людьми, которые по своим незнаниям, неопытностям сами открываются этому миру. Перелеты и заселения других планет. Если мы на своей планете, которая нам эволюционно предназначена для того, чтобы мы здесь развивались, мы не можем ужиться, мы не можем существовать, а что лететь на другие планеты, чтобы породить нечто подобное. Колонии, как, допустим, вот опять-таки, белые в Северную Америку приехали. Сначала это была колония Англии, а потом, значит, эта колония отделилась, стала Соединенной Штатой Америки. Точно так же с этой колонией, будем говорить, кто-то куда-то подлетит, это в лучшем случае. Зачем? Чтобы что-то там расселяться, жить, что-то там делать. Для того, чтобы полноценно жить на нашей планете Земля, вполне хватит и места, и ресурсов. Но это должно быть сделано разумно, а не так, как сейчас. Разумности нет никакой. Просто никакой. И лететь и туда что-то там сеять на другие планеты просто не имеет смысла, не имеет вот ничего. Теперь о жизни вечной. Вот вечная жизнь. Вот сразу можно так сказать, с какого времени мы начнем отсчет. Вот с настоящего времени, или через сто лет мы будем вечными, или еще там. То есть просто-напросто, а вот в данном случае вечная жизнь, произойдет банально перенаселение планеты Земля. То есть старики живут, не стареют, рождаются новые, дети, внуки, правнуки, и так далее, и так далее. Вал этот идет, и что получается? Вот просто так вот. Перенаселение. Вот в данном случае, от вечной жизни перенаселение. Или же там они хотят кому-то сделать вечную жизнь, а кому-то, значит, как обычно, значит, покупаете все вечную, а остальные, значит, должны на вас там трудиться. Это тоже, в первую очередь, нечеловечно, неуманно, и никакие рамки не лезет. Далее, нету вообще понимания о жизни человека в целом, что это череда рождений, жизни, умирания, нового воплощения, потому что все мы разные, внешне, все мы разные, внутренне, все мы с разными наработками. Откуда это у нас возникает? Это возникает в результате того, что мы накапливаем опыт от одной жизни к другой. Идет совершенствование духа, даже не души. Дух создает душу, создает разум, создает, значит, чувства, далее, создает, значит, энергетическую установку, паралитическое тело, далее, создает эфирное тело, и потом уже только физическое тело, которое необходимо для того, чтобы дух получал опыт, который после смерти, он, будем говорить, усваивает, перерабатывает, и с учетом уже его, идет следующее воплощение. То есть идет эволюция духа, а не ума и тела. Поэтому здесь, вот что имеется, то она имеется. Рождение, смерть, жизнь, все это, естественно, череда. Никаких тут вечных вещей не надо. Хорошо, отбросим вот это вот, то, что совершенствуется дух, поговорим просто, а чем заниматься будет, вот человек, чем заниматься будет, у которого, который обрел бы смерть. Есть, пить, что-то делать, размножаться, и так далее, и так далее. Или же он, как, 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 что дальше? Что? То есть, жизнь нужна человеку для того, чтобы, вот смотрите, с одной стороны, он развивался как духовное существо, а с другой стороны, мы-то ценим жизнь за то, что мы получаем разного рода удовольствия от жизненного процесса. Какие это удовольствия? В первую очередь, чувственные от еды, от интима, от того, что у нас что-то тут, есть. И всем это надо дать. Всем это надо дать. Опять-таки, ресурсы планеты, в данном случае, если все будут бессмертны, и все чего-то хотеть, они тоже не выдержат. То есть, нету понимания того, что вот, надо вот куда-то расселяться, надо, значит, он говорит, вечно жить, и еще контактить с инопланетами. с инопланетными существами. Когда здесь, тонкоматериальных существ, которые могут носиться с планеты на планету, вполне предостаточно. то есть, это все заблуждения, которые вот что-то тут рассказывают, которые что-то показывают, что вот это вот к чему-то там стремятся, и так далее. А что касается порядка на планете Земля, чтобы все население планеты Земля, по крайней мере, жило по-человечески. Чтобы каждый человек, хотя бы получал тот минимум, и чувствовался человеком, вот это вот обеспечить. Это вполне можно сделать. То есть были утописты, были социалисты, и, будем говорить, как вот жизнь вот такая вот идет, несправедливая. Так она и продолжает. Кто-то там богатеет на материальных ресурсах, значит, себя законами, будем говорить, огородил. А кто-то, ну, просто-напросто выживает. И это считается нормально. И это считается гуманно. И это считается так во всем мире. Это считается, что одна нация может, допустим, даже не нация, там, страна, вот другую чему-то там получить, уму, разуму. То есть нету, нету. Если, будем говорить, человечество, это единый организм, единый организм, то единый организм, вот мой организм, ваш организм, он каждую, в первую очередь, обеспечивает каждую свою клеточку необходимым. Тем необходимым для того, чтобы она нормально существовала, она нормально работала. То есть человеческое общество, такое гуманное, цивилизованное, должно в первую очередь обеспечить людей вот этими человеческими вещами. А уже дальше, дальше, после того, как обеспечить, вот уже тогда подумать о чем-то там, о другом. Ну вот такая вот беседа получилась.